Здравствуйте, дорогие друзья! Это «Ответы на вопросы» для библейского портала «Экзегет» и с вами я, священник Иоанн Тераус. К нам поступил очень интересный вопрос, который наверняка заинтересует очень разных людей. Итак, слушатель ставит перед нами следующую проблему. Каково отношение искусства и христианства? Имеет ли оно в себе какой-то смысл для духовной жизни? В частности, искусство, которое считается высоким, в музыке Баха, в поэзии Гёте и так далее. Правда ли, что поэзия является небесным искусством или ее изучение просто пустое времяпрепровождение? Ну и далее слушатель предлагает ряд цитат из Священного Писания, которые, например, в книге Иисуса Сына Серахова «Не оставайся долго с певицей, чтобы не плениться тебе искусством ее», или Иова, книга, где, говорится, «Гусли мои обратились в плач, и песни мои у меня в рыдание». Ну, давайте с вами попробуем апеллировать к истории церкви. Итак, Седьмой Вселенский Собор — это как раз-таки тот собор, который восстановил иконопочитание и голосом церкви догматизировал неправильность или ересь иконоборчества. Сказано было, что иконоборчество — это ересь. Но только ли об этом говорит Вселенский Собор? Мы можем посмотреть на него с еще более глубокой стороны. Что такое иконопись? Иконопись — это определенный стиль написания иконы или, соответственно, изобразительное искусство. Современная икона, ну, например, византийская икона, она берет свое начало, ну, по крайней мере, та, которая до нас доходит, классические образы, с энкаустики. Энкаустика — это не сугубо церковная практика написания иконы. Совершенно. Мы с вами можем найти очень много энкаустических изображений, например, для покрытия лица умершего человека в гробу. И это использовалось язычниками, совершенно не относящими себя к Церкви Христовой. Поэтому вопросы, которые ставил перед собой Седьмой Вселенский Собор, это было не только использование изобразительного искусства. Это использование музыки, использование ювелирного дела, использование архитектуры. Какой должен быть мой храм? Он должен быть полностью белым, абсолютно геометрически правильной формы, никаких излишеств, ничего, просто коробка, в которой мы будем молиться Господу Иисусу Христу? Нет. Церковь дала ответ, что искусство может быть воцерковлено. Но, как и любое действие человека, может быть как правым, так и ложным. Иногда величайший талант того или иного писателя, поэта, музыканта можно обратить наоборот во что-то плохое, во что-то, что будет вести человека не в том направлении, не в ту сторону. И поэтому это как инструмент в руках человека, в руках человека искусства. Я могу сказать, что некоторые авторы, которые совершенно не церковные, люди христианских, может быть, взглядов, а может быть, даже и не говорящие о своих религиозных предпочтениях, оказывались пророками. И через некоторое время ты видел, что через них, через их искусство, Господь посылал человеку некий сигнал о какой-то опасности, о каких-то идеях, которые возникнут. И поэты, писатели были, и до сих пор есть они, живущие среди нас, которые могут быть некими такими пророками. Поэтому, конечно же, искусство, в том числе высокое искусство, музыка Баха или поэзия Гёте, это не что-то плохое, это не небесное невероятное дарование, конечно, это не откровение Священного Писания, но в то же время это то, в чем ваша душа может отдохнуть, это то, в чем вы можете увидеть преломление Евангелия в реальной там своевременной истории человечества. Это прекрасно. Искусство — это то, что дано нам Богом. Вопрос, опять же, в том, не становлюсь ли я фанатом искусства, не начинаю ли я растворяться в искусстве, не начинает ли искусство владеть мною. Вот тогда, да, это плохо. Но до той поры, пока я сохраняю свою свободу, и пока мое искусство служит людям, служит Богу, оно остается прекрасным и полезным. Желаю вам успехов в искусстве. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok